Ученые решили проблему пластика в мире. Пластик, как правило, это твердые бытовые отходы или коммунальные отходы, категория, по сути, ТКО подносится. И когда в любом виде пластик поступает в водный объект, то он, как правило, что делает? Он оседает на дно. Трансжиры – друзья или враги. Пальмовое масло до того, как его обработали, вообще является хорошим источником витамина Е для нашего организма. Причем потребность в этом витамине Е у нас есть, и это хороший, качественный источник. Всем привет! В эфире Ньюэр Новости, а в студии Кристина Отекина. 13 ноября в универсальном зале сборного пункта военного комиссариата Республики Тарстан прошел концерт, посвященный отправке призывников, убывающим воинским эшелоном в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Студенты Казанского федерального университета подготовили большую программу с вокальными и танцевальными номерами. Особую атмосферу и героический настрой к грядущим защитникам Отечества добавил военный оркестр с маршем Преображенского полка. С вокальными композициями выступил вокальный ансамбль «Был-Был». Они исполнили татарские и русские народные песни, а танцевальный коллектив «Юрайт» представили свой танец «Тело храм». Также для будущих защитников Отечества выступили с торжественными речами. С одной из таких выступил начальник отдела мобилизационной подготовки и воинского учета Казанского федерального университета Альберт Гималеддинов. Ежегодно мы проводим такое мероприятие с концертными программами перед нашими выпускниками Казанского федерального университета на путьственное слово. И, в общем-то, торжественно провожаем наших молодых студентов на год на защиту нашей Родины. 13 ноября в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошел тематический образовательный квест «Моя Россия». Он проводится ежегодно в рамках студенческого марафона «Россия – моя необъятная». В нем принимают участие обучающиеся первого курса Казанского федерального университета. Особенностью этого года стало участие в марафоне воспитанников детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В рамках мероприятия предусмотрено несколько станций «Спорт», «ИЗО», «История», «Кинематограф», «Музыка» и многое другое. На каждое из них участника придется применить свою смекалку и силовые навыки. Подведение итогов конкурса состоится 17 ноября в пятницу. Ученые из Токийского университета разработали новый вид пластика, который можно разделить на составные части, а затем вновь восстановить в исходной форме. Как заверяют создатели проекта, материал гораздо экологичнее обычной пластмассы, которая заполнила мировой океан, почву и воздух. Может ли новый вид пластика помочь экосистеме Земли? Расскажем далее в сюжете. Пластик – органический материал, основой которого служат синтетические и природные высокомолекулярные соединения. Впервые получил искусственный пластик в 1855 году английский исследователь Александр Паркс. В России об изобретении узнали гораздо позднее – в 1914 году. В 21 веке пластмассы используются чуть ли не во всех отраслях жизнедеятельности человека – в медицине, строительстве, в военной промышленности и много где еще. Даже обычные упаковки для продуктов также создаются из этого материала. Основными его достоинствами являются низкая себестоимость, гибкость, достаточная прочность и практически неограниченный срок годности. Правда, последний признак в наше время из плюса превратился в минус. Из-за длительного периода разложения пластмассы скапливаются в почве, в воде и в воздухе, что сильно вредит окружающей среде. Пластик, как правило, это твердые бытовые отходы или коммунальные отходы к категории, по сути, ТКО относится. И когда в любом виде пластик поступает в водный объект, то он, как правило, что делает? Он оседает на дно, он захоранивается, покрывает донные отложения. Соответственно, гидробионты, которые живут на дне, для них перекрываются условия, скажем так, дыхания. То есть здесь, может быть, они могут не вылезти, собственно говоря, если под какой-то пластиковой покрышки. И условия газового режима тоже, соответственно, сильно ухудшаются. Поэтому пластик, как любое загрязняющее твердое вещество, он оказывает в этом плане негативное воздействие сразу, приводя к снижению процессов самоочищения. Ученые Токийского смогли создать совершенно новый вид пластика, который по всем характеристикам превосходит обыкновенную пластмассу, которую мы встречаем в повседневной жизни. Главной особенностью материала является полное воспроизведение начальной формы. Исследователи нагрели его до температуры 150 градусов Цельсия. В течение 60 секунд пластик полностью вернулся в свою сходную форму. Еще ученые обнаружили, что новый вид пластмассы гораздо устойчивее к разрушению, чем эпоксидная смола, а также выявили уникальную особенность, которая не встречалась в других видах пластика. В морской воде за 30 дней, по словам исследователей, он биодеградировал на 25% и высвободил молекулы, которые, по сути, являются пищей для морских обитателей, в основном рыб и удобрением для водорослей. По многим характеристикам новый материал превосходит старый, но пока неизвестно, будет ли он пользоваться спросом у крупных производителей эпоксидной смолы. Полимеры получают из органических молекул мономеров в результате реакции полимеризации либо поликонденсации. Пластмасса используется в качестве заменителей традиционных конструкционных материалов. Это цветные и черные металлы. И там, где эти замены допустимы, обычно удается снизить себестоимость, массу изделия, в некоторых случаях продлить срок службы изделия. Полимер имеет цепное строение, и это предопределяет повышенную прочность сцепления между макромолекулами. Это придает полимерам волоконопленкообразующие свойства, поэтому из полимерных материалов мы получаем волокна, тканые, пленочные материалы. Кроме того, цепное строение обуславливает наличие у полимеров присущего только им свойства – это эластичности, то есть способность к большим обратимым деформациям под действием малых нагрузок. Это свойство характерно для таких полимерных материалов, как каучук и резина, которые, например, применяются для изготовления камер, шин, транспортных средств. Ученые отмечают, что перечисленные особенности делают новый вид пластика идеальным при тенденциях вторичной переработки сырья. Они также обращают внимание на то, что полученный материал можно использовать для автопрома, техобслуживания и ремонта. На данный момент ведутся переговоры с ведущими компаниями мира о внедрении изобретения. Аделя Файзулина, Николай Суховский, Тимур Ахметов, Универновости. Все мы хотим питаться здоровой пищей. Однако часто производители продуктов – шоколада, конфет, мучных кондитерских изделий, молочной продукции, маргарина и мороженого – добавляют совсем небезопасные для употребления добавки. Одна из таких – пальмовое масло, про которое наслышан каждый. Но не все знают про существование трансжиров. Чем они опасны и где они содержатся, узнаете далее в сюжете. Современные продукты часто содержат в своем составе сомнительные пищевые добавки. Такие уловки используются, к примеру, для повышения длительности хранения, улучшения вкуса и внешнего вида. Некоторые из таких веществ канцерогенные, вредны и опасны для организма человека. Показательным примером служит пальмовое масло, которое часто добавляют во многие высококалорийные продукты. Конфеты, мучные кондитерские изделия, а также в крем и прослойки между коржами. Об опасности этой пищевой добавки впервые задумались еще в 80-е годы 20 века, когда ученые обнаружили некоторую закономерность. Женщинам с высоким показателем холестерина давали попробовать пальмовое масло. После тщательных исследований обнаружили, что уровень холестерина в крови повышался. Это увеличивало шансы на появление болезней сердечно-сосудистой системы. Чтобы исправить положение, кондитеры стали добавлять в продукты трансжиры. Это те самые жиры, но только получаемые естественным путем из молока и мяса животных. Исологи отмечают, что искусственные трансжиры очень опасны для здоровья человека. Пальмовое масло само по себе на первичном этапе не вредно для организма. Вредно для организма именно обработанное пальмовое масло. Пальмовое масло до того, как его обработали, является хорошим источником витамина Е для нашего организма. Причем потребность в этом витамине Е у нас есть, и это хороший качественный источник. Но после того, как масло оказывается обработанным, именно то масло, которое мы получаем и которое используется в наших продуктах, оно является вредным. Почему? Потому что там убраны, в результате процесса профинирования убраны все полезные вещества из этого масла. И, соответственно, это масло уже не несет никакой пищевой ценности для нашего организма. Трансжиры – это самые вредные жиры, которые получаются из растительного масла с помощью гидрогенизации. То есть трансжиры – это те жиры, которые подвергнуты обработке процессу рафинирования. И именно поэтому эти жиры оказываются наиболее вредными для нашего организма. Эти жиры не усваиваются, они циркулируют в нашей крови. И, соответственно, создают множество факторов для запуска процессов воспаления и повреждения наших внутренних органов. Как оказалось, трансжиры также вредны для организма человека. После ряда исследований выяснилось, что их употребление может привести к проблеме, связанной с закупориванием артерий. Что увеличивает риск сердечного приступа или инсульта. Всемирная организация здравоохранения еще в 2018 году призвала к отказу от использования промышленно произведенных трансжиров к 2023 году. По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день 5 миллиардов человек не защищены от негативного воздействия продуктов, в которых содержатся такие пищевые добавки. Среди них замороженные обеды, мороженое, картошка фри, наггетсы, печенье, пончики, вафли, пирожные и многое другое. Их потребление приводит к развитию ишемической болезни сердца, с которой ежегодно связано до 500 тысяч преждевременных случаев смерти в мире. В России особое внимание уделяют этой проблеме. На законодательном уровне запрещено производство пищевой продукции и детского питания с трансжирами, а также запрещено использование искусственно созданных трансжиров. Трансжиры – это рафинированные растительные масла, они очень часто используются во всей рафинированной продукции, во всем фастфуде. Рафинированные масла, конкретно трансжиры, популярны в виде маргаринов и спредов, которые используются в кондитерских изделиях, в приготовлении слоеного теста. То есть, по сути, мы можем даже сказать так, что кондитерская продукция в большей части в наших магазинах состоит из трансжиров. Но и пальмовое масло – это тоже не исключение. Пальмовое масло также используется в кондитерской продукции. Вообще считают, что Россия – самый большой потребитель этого пальмового масла. На одного человека приходится 4,8 кг пальмового масла в год. То есть, мы, к сожалению, лидируем, скорее всего, по его использованию в своих рационах. Даже порой не задумываясь о том, что мы, если мы видим на этикетке растительные жиры, то это равно пальмовое масло. То есть, этот продукт сделан из растительного жира в виде пальмового масла. Диетологи сходятся во мнении, что необходимо сокращать потребление искусственных трансжиров. Полностью отказаться от них не получится, поскольку они содержатся даже в грудном молоке и в обычном мясе. От использования пищевой добавки страны мира также пока не могут отказаться. Пальмовое масло же не содержит искусственных жиров. По словам экспертов, необходимо начать правильно работать с пальмовым маслом, чтобы получился качественный и безопасный продукт. Николай Осуховский, Тимур Ахметов, Елизавета Газизянова, Универ Новости. 14 ноября в Институте управления экономикой и финансов Казанского федерального университета прошла беседа с региональным управляющим акционерного общества «Альфа-Банк» в Республике Татарстан Владиславом Абрамовым. Такие встречи проводятся не в первый раз и несут по большей части образовательный характер. Студентам рассказывают про финансовую грамотность, современные тенденции в банковском деле, фиджетонаправлении и многое другое. Внимание уделили и будущим мероприятиям, которые пройдут в Казанском федеральном университете. Надо быть ближе со студентами, потому что выпускники – это будущие финансисты, экономисты, бухгалтеры. Так или иначе, они по жизни будут прикасаться с банками. И, наверное, ребятам было бы интересно, чем живет, дышат банки, как они развиваются, в каких направлениях. Исходя из этого, мы выстроили целую программу. Сегодня это небольшая часть нашей программы. Вчера уже состоялся квиз для студентов второго курса. Ребята, на мой взгляд, были очень сильно вовлечены, что мне понравилось. Сегодня, наверное, просто поговорим о том, как мы пошли в одно из направлений изменения конфигурации наших офисов. В стенах Института международных отношений Казанского федерального университета прошла встреча студентов с генеральным консулом Республики Казахстан в Казани. Мероприятие прошло в формате пресс-конференции, где Ирлан Исхаков рассказал о совместных проектах Татарстана и Казахстана и отметил важное сотрудничество между ними. Также в качестве спикера выступил проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев. На встречу подчеркнули, что студенты из Казахстана в университете занимают первую позицию по количеству учащихся из-за рубежа. После выступления гостям из разных институтов КФУ дали возможность задать все интересующие их вопросы. Историческая дружба с Казанским федеральным университетом продолжается. И действительно, Тимир Владимирович правильно отметил, так сложилось, что с данным университетом у нас очень хорошие дружеские отношения. Мы такие встречи проводим с каждым первым курсом. Некоторые ребята с переходящего претенгента тоже у нас здесь присутствуют. Ребята из Казахстана у нас в этом году учатся много, порядка 430 мы считаем. На этом все. В студии была Кристина Отекина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!